Всем привет! С вами Наташа Белоруссия и рада видеть вас на своем канале. Девчат, сейчас мы с вами вместе будем рассматривать новую коллекцию Moonrise от бренда Lamelle. Это лимитированная коллекция, поэтому если вам что-то приглянется, долго не думайте. У нас бренд Lamelle представлен в сети магазинов Milla, Золотое яблоко и также, естественно, на Valbris. Если бы ко мне не приехал этот шикарный пиар-бокс, я бы стопроцентно гонялась за этой лимиткой, потому что внутри этого бокса есть действительно суперинтересные продукты, которые заслуживают вашего внимания. Давайте я, наверное, первым делом познакомлю вас с этой коллекцией, что же в нее входит. Покажу вам сводчи, крупные планы. Далее мы с вами выполним вот такой вот макияж. Я, когда выполняла этот макияж, назвала его «Все лучшее сразу», потому что постаралась использовать практически все, для того, чтобы вы наглядно могли посмотреть на эти продукты в динамике и уже точно для себя решить, а надо оно вам или нет. И вот вы знаете, когда я делала этот макияж, у меня вначале не было вообще никакого настроения, но под конец поднялся даже мой настрой, настолько интересные и классные здесь есть продукты. Давайте я буду показывать и рассказывать вам о продуктах по мере того, как я их наносила. Первым делом у нас в коллекции, во-первых, здесь у нас 13 продуктов и один продукт у нас уходовый. Вот об уходовом продукте я вам сегодня супер подробно ничего рассказать не могу, потому что уход я тестирую как минимум 2-3 недели для того, чтобы посмотреть, не забивает ли он поры, не вызывает ли аллергических реакций, каким образом он увлажняет, работает со всеми тональными средствами. Уже потом я складываю свое 100% мнение и делюсь с вами. Здесь у нас классическая сыворотка, называется она «Гидродроб» с гиалуроновой кислотой и витамином В5. Очень неплохой состав, я сразу же заглянула в состав, здесь он небольшой, на первом месте вода, глицерин, пантенол на третьем месте, пантенол хорошо восстанавливает и увлажняет кожу. И на четвертом месте у нас гиалуроновая кислота. По составу ничего криминального я не увидела, единственное, что здесь на предпоследнем месте касторовое масло. Если у вас забивается пора от касторового масла, имейте это в виду. Также это косметика Cruelty Free, она не тестируется на животных. Здесь классических 30 мл. Сыворотка, конечно, выглядит очень красиво и вообще вся коллекция, она очень красивая. Да, вот это вот зеленое оформление. Я, девчата, забыла вам сказать, что у меня же здесь еще и новая тушь от Наталины. В коллаборации с одним из моих любимых блогеров, я тоже ее сегодня буду наносить. Здесь у нас в Беларуси, конечно, эту тушь было очень-очень сложно найти, поэтому спасибо огромное, Ламель. И посмотрите, как круто вписывается эта тушь в эту новую коллекцию, она точно такого же цвета. Будем, в общем, с вами ее тестировать. Здесь у нас классических 30 мл. И в составе этой сыворотки мельчайший-мельчайший шиммер, зеленый такой, бирюзовые блесточки. Они очень мелкие, когда вы наносите на лицо, их практически не видно, только под ярким искусственным освещением. Когда вы перекрываете все это дело тональным кремом, их не видно вообще. Сыворотка не липкая, она очень хорошо распределяется. По первому впечатлению, неплохо увлажняет. Это та сыворотка, которую нужно перекрывать дополнительно кремом. У меня приятные первые впечатления, но, как и сказала, все вам подробнейшим образом. О ней расскажу чуть позднее. Далее здесь вот такие вот очень интересные и необычные продукты. Потому что здесь необычная не только вот эта вот металлическая коробочка. Здесь еще и очень необычные текстуры. Это суфле румяна. Румяна вышли у бренда L'Amel в двух расцветках. 401 и 402 расцветка. 401 номер это безумно красивый универсальный персиково-розовый цвет. И 402 он такой чуть более темный, с таким кирпично-красновато-рыжеватым потоном. И у румян необычная, интересная полукремовая, полусуфлейная текстура. Я когда открыла эти румяна, мне сначала показалось о том, что это будут классические, да такие маслянистые полукремовые румяна. Я побоялась, что эти румяна могут разъедать тональную основу. Но как только вы дотрагиваетесь до этой текстуры, она моментально начинает таять. И это действительно суфле. Они довольно-таки пигментированные. Имейте это в виду за счет вот этой вот классной, приятной полусуфлейной полукремовой формулы. Они очень хорошо, естественно, наносятся на щечки. Их совершенно не видно, да, такое ощущение, что это просто ваш румянец. И эта текстура, она вообще не разъедает тональную основу. Два очень красивых универсальных оттенка. Я буду использовать 401. Как по мне, так он вообще самый-самый крутой. И такие цвета подходят абсолютно всем. И далее у нас в точно таком же формате есть и хайлайтер. Хайлайтер уже у нас в одном тоне. Тон 401. И вот у хайлайтера уже отличающаяся текстура. Здесь у нас текстура, знаете, как будто это такое взбитое желе. Хайлайтер дает безумно красивое влажное освещение на коже. И этот хайлайтер совершенно не подчеркивает текстуру. Если у вас есть бугорки, какие-то нюансы на коже, вы не используете хайлайтеры из-за того, что они все это вытаскивают наружу, то обратите внимание на вот такую вот кремовую текстуру. Она достаточно простая в применении. Опять же, кажется, что это что-то такое необычное и суперинтересное. Но на самом деле в применении оказалось, что очень и очень удобно. И далее вся коллекция практически посвящена, как по мне, так глазам. Потому что здесь целых 9 продуктов. Самое интересное, самое красивое это вот эти вот подводки. Называются они хамелеон айлайнер. Вышли в двух расцветках. 401 и 402. И это действительно доохромные подводки. Потому что часто у бюджетных брендов они совершенно не переливаются из цвета в цвет. Здесь вы можете прекрасно сейчас наблюдать на крупных планах, что они действительно переливаются в несколько расцветках. Первый 401 цвет, он переливается, даже этот триохром, переливается из холодного лилово-розового цвета. Сначала в такой какой-то более красновато-розоватый. И потом уже в золотисто-хаки такой темный цвет. Очень круто смотрится. Мы сегодня с вами его будем наносить. Помимо этого эти подводки замечательно работают и как кремовые тени. И второй доохром, он также не менее красив. Он у нас уже переливается из такого яркого насыщенного зеленого в какой-то такой розово-фиолетовый цвет. Классные подводки. Сто процентно стоит за ними погоняться. Я скорее всего даже себе возьму дубликаты для того, чтобы не тратиться на значительно более дорогие такие продукты от Наташи Диноны. Далее в этой коллекции не менее интересные продукты. Это вот такие вот кремовые тени. Вышли они в трех расцветках. 401, 402 и 403. 401 это золотисто-розовый оттенок. 402 самый красивый. Это дуахром. Он на теплой коричневой базе переливается зелено-голубым-бирюзовым шиммером. И 403 номер это уже более такой насыщенный, более темный бронзовый цвет. И здесь очень необычная текстура. Я привыкла о том, что кремовые тени, они хорошо наслаиваются, ложатся. Да, это что-то такое полужиденькое, то что легко растушевать. То здесь совсем необычная текстура. Девчонки, внутри этих баночек находится полукремовый, полусухой продукт, который набирается хлопьями. И на глазах он передается прям шикарным металлическим фольгированным сиянием. Если вы давно искали подобный продукт, 100% обратите внимание, он очень красиво переливается. И такого свечения не давали практически ни одни кремовые тени, которые я в последнее время видела, по крайней мере, среди бюджетного сегмента. Далее в коллекции у нас есть два лайнера. И основная отличительная черта этих лайнеров здесь не фетровый наконечник, а именно кисть. За счет чего эта кисть будет отлично наноситься по абсолютно любым текстурам. Вот, допустим, те же самые вот такие вот тени, по ним очень тяжело рисовать фетровыми наконечниками. А здесь у нас кисть и в очень необычных расцветках. 401 номер это фиолетовый, насыщенный такой, знаете, раньше были ручки в таких расцветках, такой красивый фиолетовый цвет. И 402 номер это у нас металлик. Самостоятельно, скорее всего, этот оттенок будет немножко бледновато смотреться на ваших глазках. Но поверх какого-либо темного макияжа он очень будет круто освежать мейкапы. Также эти подводки оказались супер стойкие. Я сейчас вот смывала эти сводчи и оказалось это выполнить совсем непросто. Но вообще у Ламель подводки всегда были неплохие. Звезда этой коллекции это, естественно, палетка. Палетка очень симпатичная. Девчонки, мне понравилась эта палетка, потому что с помощью нее вы сможете выполнить как какой-то повседневный, легкий, допустим, матовый макияж. Здесь есть абсолютно все для хорошего мейкапа. Растушевочные, темно-коричневые для затемнения. Светлый, матовый, оранжевенький для растепления макияжа. Вы можете выполнить более фиолетовый мейкап. Вы можете выполнить как что-то более спокойное, потому что здесь два сатиновых классические текстуры. И также в этой палетке раз, два, три, четыре, пять оттенков. Они точно такой же текстуры, как вот эти вот кремовые тени. То есть покупая вот такую палетку, если у вас стоит выбор между покупкой кремовых теней и палетки, то однозначно берите палетку. Потому что вот эти вот оттенки, они здесь имеют точно такую же очень красивую фольгированную текстуру, которая безумно круто переливается. Вы сейчас посмотрите на сочи и сами обалдеете, насколько круто они выглядят. Матовые оттенки хорошо наслаиваются, они классно растушевываются, они не сильно пылят. Вот эти вот фольга, это просто что-то невероятное. Вы сами увидите, как они работают. И палетка также однозначно заслуживает вашего внимания. Здесь у нас, кстати, 12,4 грамма продукта. Рефильчики довольно-таки маленькие. Но, в принципе, мне кажется, что этого более чем достаточно. Палетка выполнена хорошо, смотрится очень качественно. Также имеется зеркальце. И последний продукт из этой лимитки, это вот такие вот блестки. Это глиттер. Они довольно-таки крупные. Я сегодня нанесла эти блестки на зону веснушек. На глаза я бы, скорее всего, такой продукт не наносила. Потому что такие блестки довольно-таки опасно наносить на глаза. Но если где-то вот на верхнюю часть глаз, то, наверное, я и попробую. Тоже довольно-таки прикольный продукт. Если что-то такое вам было бы интересно, то тоже можете обратить внимание. Так, ну что, девчат, давайте переходить к макияжу. Вы сами увидите, как эти продукты работают. Я очень жду внизу ваших комментариев, что вы думаете по этим новинкам. Начинать наш с вами сегодняшний тест-драйв будем с румяна. Я выбрала для себя тон номер 401. Очень красивый персиковый розовый освежающий оттенок. Я не раз говорила, что такие цвета подходят практически всем. Здесь, кстати, у нас целых 11 грамм продукта. Довольно-таки щедро. И это у нас суфле блажь. Румяна довольно-таки пигментированные. Я буду наносить их кистью от Lamelle F01. Сначала наберу немного этих румян на кисть. Набираются на кисть очень хорошо. Вработаем. Смотрите, какие пигментированные. Вработаю продукт в кисть для того, чтобы не наставить пятен. И уже потом по диагонали постепенно буду наносить продукт. Смотрите, очень пигментированно наносится. Ну, у нас с вами только тон. Мы сможем приглушить. Самое главное, чтобы такие румяна не разъедали тональную основу. Я вот, когда только дотронулась, сразу поняла, что это не маслянистая текстура. Она не должна разъедать тональный крем. За счет вот этой тающей поверхности она как раз-таки должна очень круто наноситься. Слушайте, ну румян надо совсем чуть-чуть. Посмотрите, какой приятный, освежающий эффект у нас с вами получился. Наберу на вторую щечку прям с моей руки, потому что здесь у нас негерметичная упаковка. За счет чего румяна будет очень легко растушевывать. То есть они будут без жесткой фиксации. Смотрите, отлично наносятся. Ммм, как свежо. Я сейчас немножко потом поверх проработаю остатками тона, но смотрится очень красиво. Наносятся классно. Они очень пигментированные, поэтому будьте с ними осторожны. Но за счет, опять же, этого у вас будет небольшой расход продукта. Но оттенок очень красивый. Ничего мне не подняло, потому что у меня сегодня стойкий, плотный тональный крем. Но смотрится круг классно. Справится любой, очень легко растушевывается. Как я и говорила, оттенок действительно освежающий. И вы знаете, румяна смотрится очень естественно. То есть как будто это мой натуральный румянец. Вы видите цвет, но не видите вообще никакой текстуры. Мне, конечно, нравится. Смотрится красиво, растушевывается легко. Далее мы с вами будем наносить хайлайтер. И у хайлайтера уже очень необычная формула. Если у румян формула полукремовая, полумуссовая, то здесь формула взбитого желе. Производитель предлагает нам наносить этот хайлайтер либо влажной кистью, либо влажным спонжем. Я специально увлажнила спонж. И сейчас мы попробуем. Здесь также, кстати, 11 грамм. И давайте буду набирать на спонж. Ой, такое ощущение, что он практически не набирается на спонж. Ну, сейчас посмотрим, как он будет передаваться. Прикольно. Ну, текстура такая, конечно, очень необычная. Ууу, как деликатно получается. Спонж получается очень деликатно. Посмотрите, какое красивое влажное сияние. Я думаю, что если его наслаивать, можно добиться суперяркого свечения. Вау! Изначально мне показалось, что с этим продуктом придется, знаете, танцевать с бубном, что-то там придумывать, когда его нужно будет наносить. Но наносится очень легко и дает действительно, посмотрите, какой красивый влажный эффект на коже. Сейчас будем переходить к самому интересному. Это, конечно же, к глазам. Я пока что не знаю, что у меня будет, потому что мне хочется попробовать прям все. Но прежде чем мы будем с вами переходить к глазам, я сейчас все запудрила, немножко добавила контуринга. Мне хочется попробовать донаслоить этот хайлайтер поверх, посмотреть, как он будет наслаиваться уже сухой кистью. Смотрите, пудра чуть-чуть украла этого влажного сияния. Именно поэтому мне захотелось немножечко донаслоить этот хайлайтер, посмотреть, как он будет работать поверх сухих текстур. Потому что часто такие формулы, они неплохо наслаиваются даже поверх пудры. Наслаивается, да, он становится более интенсивным. И смотрится тоже хорошо, опять же, совершенно не поднимая предыдущие слои. Смотрите, какое-то влажное свечение. Вау, красиво. Ну и давайте приступать к очень интереснейшим продуктам. Я пока что действительно не знаю, что я буду делать на своих глазах, потому что я хочу попробовать вот этот вот невероятно красивый, дуохромный оттенок муссовых теней, тон номер 402. Мне также очень нравятся вот эти подводки. И я бы, скорее всего, нанесла эти подводки на все подвижное веко, на какую-то темную подложку, чтобы они раскрыли всю свою дуохромность, триохромность. И палетка мне тоже нравится. Давайте, наверное, начнем с базы. Затемним орбитальную складочку века вот этим вот переходным оттенком Элиэн. Тени, кстати, не особо пылят. По крайней мере, матовый оттенок набирается на кисть хорошо. У меня это кисти от Morphe. Они не самые мягкие на Земле. Если тени супер пыльные, они обычно прям разлетаются по всей палетке. Здесь не так. Очень красивый, пыльно-розовый. Довольно холодный оттенок. Часто такие бюджетные палетки, смотрите, холодный оттенок. Часто в таких бюджетных палетках цвета не соответствуют действительности. И вот такие вот лилово-розовые цвета, когда набираешь и начинаешь переносить на кожу, они становятся с таким каким-то красновато-розоватым потоном. Здесь такого нет. Тени довольно-таки пигментированные. Буквально, посмотрите, с одного касания отлично наносится. Растушевывается тоже. Никаких вопросов. Ну, прекрасно сами видите, все в прямом эфире. Для начала я хочу только немножко наметить орбитальную складочку века. И дальше будем выполнять с вами темную подложку. Далее на все подвижное веко я нанесу черный карандаш Каял от Ламельто номер 401. Я не раз вам говорила о том, что это мои любимые стойкие гелевые карандаши. Они хорошо растушевываются, однако через какое-то время, буквально через пару минуточек, они фиксируются, хорошо держатся. И в качестве подложки это будет идеальный вариант. На все подвижное веко наношу карандашик и сразу буду его подтушевывать. Черная подложка смотрится, конечно, ужасающе. Но поверьте мне, сейчас все будет красиво. Я хочу попробовать и вот эту вот подводку в качестве теней на всем подвижном веке. И очень мне понравились новые тени в 402 оттенке. Поэтому подводку мы сейчас с вами нанесем ближе к внутреннему уголочку до середины глаза. И уже вот эти тени мы нанесем на внешний уголочек. Но для начала, так как я подложку выводила выше орбитальной складки, мне нужно подтушевать ее тенями. Потому что поверх вот этих вот теней ничего тушевать не нужно, потому что вы стушуете все эти красивые блестяшки, они все у вас будут под глазами. Поэтому мы берем второй более темно-коричневый оттенок и подтушуем сначала складочку. Подготовим нашу с вами форму. Второй матовый оттенок, он чуть более насыщенный. Также не сильно пылит, передается на веках хорошо. И в качестве затемнения на каждый день будет очень даже неплохо. Все, более мне ничего не нужно. И давайте начинать наш с вами эксперимент. Очень мне хочется посмотреть, как смотрится эта подводка. 401 оттенок, это даже триохром. Вы на крупном плане могли видеть, как круто он переливается. Из холодного такого лилово-розового оттенка в более теплый персиково-красноватый и в такой золотисто-зеленый хамелеон хаки. Очень красивый оттенок. Если второй 402 это больше именно дуахром, то здесь реальный триохром а-ля Наташа Динона или Данесса Марикс. И давайте посмотрим... Вау! На подложке я так и думала, что эти тени не будут пятнить. Наносятся... Вау, 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 вау. Смотрите, какая это красотища. Это, конечно, очень красиво. Вы видите, какая это красота, девчата? Как это круто смотрится. Я бы вообще даже на все веко, но хочется попробовать сегодня побольше. Сейчас посмотрим. Вообще, посмотрите, наносится равномерно, без каких-либо проплешин. На темной подложке смотрится круто. Сейчас посмотрим, как он будет подтушевываться. Ой, он и подтушевывается. Отлично. Только надо взять чистую кисть. Е-мое, думаю, что не так. Далее беру 402 оттенок кремовых теней и сначала пальчиком нанесу на вторую оставшуюся часть глаза. Камера не хочет передавать, конечно, доохромность этого оттенка. Больше вам кажется, что он такой фиолетовый, но в жизни он очень-очень красиво доохромит в золотисто такой оттенок хаки. И на вторую часть. Надеюсь, что эти цвета будут между собой красиво сочетаться. Оттенок наносится довольно-таки жирненько. Вау! Слушайте, какая красота у меня тут получается. Вы только посмотрите на это безобразие. Оттенок прикольный. Он ложится, как фольгированные тени. Конечно, если у вас очень текстурная века, такие тенюшки могут подчеркнуть вам текстуру. Но такой красоты... Это прям, это прям что-то невероятное. Посмотрите, как круто было. Девчата, новогодний макияж. Просто шикардосина. Посмотрите, оттенок отлично прицепился на подложку. Мне даже не нужно стушевывать ни границу между двумя разными текстурами, ни вот здесь вот границу. За счет того, что без подложки он лег более так полупрозрачно, а на подложку он лег, конечно, супер красиво. Далее это еще, конечно же, не все. Далее я хочу взять из палетки нежный розовый оттенок. Набирается он на кисть такими легкими хлопьями. Посмотрим, как он с кисти будет переноситься. И нанесу его во внутренний уголочек глазика, чтобы немножечко освежить такой довольно-таки насыщенный темный образ. Вы знаете, мне эти тени очень сильно напоминают, потому как они наносятся на века, тени от Colourpop. Такими же хлопушками, знаете, вот эти вот хлопья, они наносятся, и вы их немножечко растушевываете. Кистью передается, в принципе, неплохо передается кистью. Но вот надо подцепливать вот эти вот хлопья. Тогда передается более ярко. Получается очень ярко и интересно. Сейчас я продублирую все цвета на нижнем веке. Нанесу немного черного карандаша в качестве подложки и точно так же продублирую вот так вот по диагонали, сверху вниз. Здесь у нас будет подводка, и ближе к внешнему уголочку у нас будут кремовые тени в 402 оттенке. По чистой случайности или по своей рукожопности я на нижнее веко взяла второй оттенок до охромной подводки 402 номера, и она настолько красиво сюда вписалась. Этот зеленый цвет очень круто перекликается с 402 номером кремовых теней. Я, конечно, отвыкла себя видеть с таким ярким макияжем, но, девчат, посмотрите, как круто переливаются эти тени. Очень, конечно, круто выглядит, красиво. Далее нам нужно нанести с вами тушь. Посмотрите, как хорошо вписывается в эту коллекцию Moonrise тушь от Наталины. Я еще пока что ее не пробовала. Не знаю, даже актуально ли еще снять сейчас обзор тест-драйва нашумевших тушей от Vivienne Sabo и Наталининой туши, но пишите обязательно внизу в комментариях, если хотите такой обзор, то обязательно я его сниму. У туши классическая силиконовая щеточка-елочка, и здесь довольно-таки близко расположены вот эти вот щетинки, за счет чего она должна давать хороший объем. Тушь сразу имеет довольно-таки плотную кремовую консистенцию, поэтому я возлагаю на нее надежды. На ярком таком макияже, конечно, не будет это хорошо видно, потому что мы с вами сейчас еще и наклеим реснички. Ну, в принципе, с первого слоя вот, не знаю, ну как бы неплохо. Посмотрим, как она будет сейчас все нам прокрасит. Пока что по первому слою это средний объем. Я нанесла тушь в два слоя, я ее только-только вскрыла. У нее уверенный средний объем. Помимо этого, она еще неплохо и удлиняет ресничку. Я так думаю, что этой туши нужно дать немного времени, для того, чтобы она немножко схватилась, подстыла, и тогда она будет давать больше объема. Сейчас довольно-таки приятные впечатления. Обязательно поделюсь с вами впечатлениями позже. Сейчас я завершу макияж и вернусь к вам показать, как все это выглядит вместе. И вот таким вот образом выглядит практически завершенный макияж. Девчат, у меня даже настроение поднялось, я хочу назвать этот макияж все лучшее сразу. Кто помнит этот анекдот, прекрасно поняли. Может быть, я немножко переборщила, но хотелось попробовать абсолютно все. Уж очень красивые эти блестяшки. Мона, если вы не будете переборщивать, будет смотреться более аккуратно, но мне нравится, как это выглядит. Супер ярко, супер красиво. Коллекция действительно заслужит вашего внимания. Ну и раз уж у нас с вами сегодня совсем не скромненький макияж, давайте мы еще с вами нанесем вот этот вот глиттер, но я нанесу его на лицо. Здесь очень крупные блестки, на глаза я не буду рисковать наносить такую яркую и крупную блестку. Я нанесу эти блестки на личика, на зону веснушек. Мне кажется, будет это выглядеть очень прикольно. На камеру особо, конечно, не видно, но в жизни смотрится интересненько. Пожирнее так наляпало этот глиттер на свое лицо, и даже теперь камера передает эти блестяшки. Так, девчат, ну что, вот такой вот образ у нас сегодня с вами в итоге получился. Мне кажется, что смотрится супер ярко и интересно, и уж поверьте мне, это те продукты, за которыми однозначно стоит погоняться, учитывая то, что эта коллекция будет лимитированная. Если вам что-то приглянулось, то срочно надо бежать и брать. Вот и все, девчат, что я хотела вам рассказать. Если была вам полезна, обязательно ставьте класс, заходите в гости в контакт, в инстаграме, буду рада каждому гостю. Всем огромное спасибо, и пока-пока. Девчат, посмотрите, как при дневном освещении выглядит, это у меня здесь лампы дневного света, каким образом выглядят эти тени. Очень круто смотрится, да? Посмотрите, как хорошо и естественно вот то, о чем я вам говорила, выглядит этот хайлайтер и эти румяна. Слушается, ну красота неописуемая. Слушается, ну красота неописуемая.